Наступивший 22-й год, как вы знаете, мы объявили годом исторической памяти, он пройдет под знаком сохранения героического наследия и правды обо всех периодах жизни белорусского народа. Предстоит систематизировать исторические исследования, мемориальные комплексы, определить на перспективу даты, события, личности, которые следует увековечить, внести коррективы в работу по патриотическому воспитанию детей, молодежи с опорой на факты героических подвигов наших предков белорусов. Сегодня вся эта работа является одним из важнейших направлений обеспечения национальной безопасности страны. А это значит, что нам с вами предстоит уделить самое пристальное внимание вопросам так называемой исторической политики. Отмечу, впервые за годы своей независимости мы ставим эти два понятия – история и политика – рядом. До сих пор мы старались не политизировать историю. Выбранный белорусским народом политический курс страны был нацелен на сохранение добрых отношений, прежде всего, с нашими соседями. Мы пресекали любое проявление реваншизма, национализма, шовинизма и прочих идей, дискриминирующих историю, культуру и другие народы. Мы не вели войн памяти в целях укрепления своей государственности, старались не задеть национальное чувство тех, с кем когда-то жили в единых государствах. А повода у белорусов предостаточно. В то же время некоторые наши соседи выстраивали собственную историческую политику, формировали институты, программы. Свою концепцию исторических событий они подстраивали под совершенно конкретные политические цели, под партии, под политиков отдельных и так далее. Для одних, как я уже говорил, Беларусь – это плацдарм для броска на Россию, другие страдают фантомными болями, все ищут здесь свои исторические земли. И первым, и вторым, суверенная Беларусь и белорусский народ не нужны. На эти цели были брошены немалые средства. Еще в 90-х, когда начался период оголтелой политизации истории, ее перевернули с ног на голову, общество раскололи, мы были в шаге от потери национальной государственности. Не без помощи так называемого Сороса и Соросят внутри, которые взялись за издание новых учебников по истории Беларуси, до 94-го ведомые американцами свядомые успели многое переписать и выучить часть детей. Да и мы с вами тоже поддавались на некоторые вещи. Те ученики и студенты, воспитанные на созданных тогда исторических фейках, сегодня сами – родители. Результат, навязанный нам в те годы романтизации и выпячивания некоторых периодов в истории белорусского народа, мы видим сейчас, особенно сейчас. Представление части нашей молодежи, к примеру, Наполеон, пообещавший восстановить Речь Посполитую, освободить. Чему удивляться, если портретов литовской и польской знати по всей стране было больше, чем, например, героев Великой Отечественной войны или нашей современной истории. Плоды такого патриотического, в кавычках, воспитания мы наблюдали и в 1920 году. Ну, нет худа без добра. Благодаря этим событиям теперь все знают истинную историю, символа оккупации родной земли и предательства белорусского народа. Многие, кто развешивали у себя на окнах БЧБ трапки эти, сегодня этого стыдятся, понимают, кто ими управлял. Но плохо то, что в данном случае нам пришлось реагировать на события, а должны были упреждать эти события. Мы должны признать, что страницы отечественной истории превратились в информационное поле боя. И случилось это не сейчас. Сегодня историческая политика является для нас стратегией самосохранения в условиях глобального передела сфер влияния в мире. Это фактор национальной безопасности. Я хочу, чтобы вы, научные деятели, политологи и эксперты, меня правильно понимали. Свою историю мы переписывать не должны, и мы это делать не будем, по крайней мере, при нынешнем президенте. Но и не будем больше умалчивать конкретные факты. Именно факты. Даже если они задевают чьи-то амбиции или национальное чувство, как в случае с преступлениями белорусских, а также польских, литовских, украинских коллаборационистов в годы Великой Отечественной войны. Не допустимо только критически смотреть на советское наследие, скромно замалчивая достижения и победы эпохи. И я считаю, что как минимум несправедливо облагораживать другие исторические периоды, не придавая значения фактам унижений и дискриминации белорусов. И если сегодня литовцы и поляки отрицают вклад белорусского народа в развитие таких исторических форм государственности на нашей земле, как Великое Княжество Литовское, Речь Посполитая, то что нам мешает дать этим периодам адекватную оценку? Давайте в учебниках по истории, в замковых музейных экспозициях так и назовем, например, период Речи Посполитой оккупации белорусской земли поляками. А что это было для наших предков? Родной язык, культура, вера под запретом. Человеком нельзя было быть. Магнаты на собак меняли белорусских крестьян, но народ выжил и, более того, сохранил свою самобытность. Ну а возьмите Великое Княжество Литовское. Современные литовцы фактически приватизировали наследие этого государственного образования. Но что там было литовского? Язык наш, на нем же написанная и Конституция, статут. Главенствующая вера православия. Территория в основном белорусская, украинская, ну частично там русские земли. Народ на 80% наш, славяне. А это основные атрибуты и признаки государственности. Кроме того, когда на всю Европу гремели Полоцкое и Туровское княжества, как центры духовности и просвещения, предки литовцев все еще жили во тьме язычества и вели примитивное хозяйство. Как есть? Это вопрос нашего национального достоинства – защитить славную многовековую летопись белорусского народа, и при этом мы понимаем, что нам есть чем гордиться. Чего только стоит история Полоцкого и Туровского княжеств, которая как-то потерялась на фоне историографического, научного и культурного интереса к другим древним эпохам. Но давайте не будем забывать, что как нация мы окончательно сформировались именно в советское время. Именно тогда началась история белорусского государства. По-настоящему. И сегодня мы продолжаем ее писать. Нам нужно перейти на новый этап, как говорят эксперты, начать определять и формировать смыслы в области национально-исторического развития белорусского народа и государства. Мы должны предупреждать новые вызовы и угрозы. В сфере национальной памяти надо определить стратегию и тактику работы в этой области. Иначе мы, наши дети, опять повторим черные дни истории, когда были вынуждены жить под игом чужих хозяев на своей земле. Ну, как я говорю, под плеткой. Задача – не допустить развития идей, которые могут подорвать страну в будущем. Для этого у нас есть все – и время, и необходимые ресурсы. Поэтому спокойно, без шатаний нам следуют данные вопросы отработать, и концептуально определиться в подходах. Проложить крепкий мост между прошлым и будущим нашей Беларуси.